стиль это все это свежий взгляд на скучное и опасное стиль есть не у всех не все им верны стиль это свойство манера устройство опасное и стильное это искусство не это было стиль люди тоже диктуют стиль проект дисциплина хардлайн выпуск номер 6 изготовление стапеля для пространственных рам создание регулируемого и транспортируемого трамплина рад приветствовать тебя в этом выпуске мы вместе с тобой создадим два очень важных дела для проекта дисциплина хардлайн первое это мы организуем рабочее пространство создадим стапельную зону на которой будут создаваться все пространственные рамы этого проекта второй немаловажный момент мы создадим регулируемый транспортируемый трамплин на котором будем испытывать потом всю подвеску проверять технические характеристики испытывать динамические нагрузки и в целом тестировать аппараты как будущее так и существующее все в нашей с тобой жизни дружище последовательно не возведешь стены пока не построишь фундамент крышу не оденешь пока стены не построишь также в проекте я не мог приступить созданию стапеля пространственной рамы пока не будет создана сама колесная база трансмиссия далее уже по этой колесной базе создавался сам кузов дизайн стиль вот только после этого как был изготовлен первый кузов можно было бы приступить по стойке пространственная рама пространственную раму необходимо изготавливать грамотно чтобы нигде металл никуда не увело это создать стапельную зону зафиксировать весь металл и надежно варить исходя из всех технических характеристик изначально в запланированных в аппарате есть некая последовательность только смотря все серии с первой по настоящий момент и далее ты будешь освещен полностью в эту историю и знает намного больше остальных а также вовлеченность твоя поможет этому проекту продвигать его дальше когда-нибудь будет у нас с тобой старт и финиш и быть может именно ты будешь гонять на этих аппаратах трудимся ребят выбрали этот подкатик но получается даже по кайфу у нас еще есть деловой металл из которого также можно варить какие-то части трамплина продолжая набирать сейчас ферма собирается все исключительно на прихватке как будет конструкция собрана и проверено затестировано можно будет уже все и обварит а сейчас максимально быстро нужно накидать фермы на эти две части и после того как свяжется металлом можно будет уже их отсоединить и тем самым освободить место под сварку и сборку нашего стапеля ребят так что тружусь стараюсь максимально это быстро и качественно делать работа очень много сварки очень много но тем не менее дело идет но сегодня будет много разной другой суеты здесь проваривать это конечно подгонка этих круглых труб это жесть но другого материала у меня не было просто было до используя супер мега вау чертеж начинает проявляться в реальность беру сейчас эту конструкцию переставляю сюда чтобы можно было продолжить ответные части складывающиеся трамплина и вообще при основополагающей стройке этого сооружения является компактность мобильность и удобство в эксплуатации так что первые лапы у нас складываются наверх потом вся эта конструкция ставится сюда и сдвигается для центра тяжести при транспортировке лапы раскладывающиеся и фиксаторы вот таким образом ребят реализована регулировочная система этого трамплина значит нас вылет 40 сантиметров дальше если необходимо поднять еще выше меняется внутренние обоймы уже плюс 40 в общем на 80 сантиметров для технологические отверстия с регулировкой а также фиксация внутренней трубы чтобы не было кача довольно таки прочная жесткая конструкция а насколько теста покажет вот так вот это все дело обварили и теперь внедряем сюда очень ребят специально не стали заваривать вот нижнюю часть как раз на такой случай если долго смотреть на сварку можно охлепнуть а если охлепнуть можно долго смотреть на сварку сегодня снова трамплинная движуха перчатки в сторону едем на металлобазу закупать просечной лист ждем пока придут ребята все склады и начнем погрузку да сейчас после просечного листа едем за трубой ну и в бокс короче погружаться начнем строить дальше еще кайф четвертая катушка давай до свидания да здравствует пятая второй баллон углекислоты давай до свидания да здравствует третий и следующая миссия необходимо нарулить фар коп для этого малыша и внедрить его в аппарат чтобы смог таскать это внимание радиостанция земля внимание радиостанция земля даю настройку раз два у вас своя тема у меня своя я на вашу не претендую более того за свою спрашивать ни с кого не буду трамплин сварен эту всю конструкцию сейчас зацепили за импровизированный парков и едем тестировать нарулить фар коп Ребята, вот это вот благодарочка парням, Олегу и Мише, и всей компании Magni SPB, это лазерная резка металла. Парни, от души вам за поддержку проекта. Парни, от души вам за поддержку проекта. Ребята, мы произвели тест трамплина, все работает, конструкция получилась так, как было запланировано, собираем и едем в бокс. Ребята, мы произвели тест трамплина, все работает, конструкция получилась так, как было запланировано, собираем и едем в бокс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Зачем нужен этот регулируемый трамплин, да еще и транспортируемый? В первую очередь он создавался не как контент, на котором прыгаешь через какое-то препятствие, скачешь как сайгак. Он создавался как инструмент в боксе для настройки техники, для проверки динамических нагрузок, каким образом собран аппарат, под каким углом он будет летать, приземляться, каким образом будет работать вся трансмиссия. Также сам трамплин регулируемый для угла атаки, так как можно будет поставить его на локации, на какую-то, к примеру, возвышенность, рельефная зона. Этот инструмент будет помогать настраивать, а также проверять аппарат на все технические характеристики, изначально в нем заложенные. И по мере возникновения вопросов модернизировать, дорабатывать, устранять, в общем, доводить аппарат до желаемого результата. Техника вернулась в бокс, вернулась она своим ходом, регулируемый трамплин отработал все, как было запланировано. Ребят, вы красавчики, что досмотрели до этого момента. Теперь отматываем немножечко в прошлое, когда создавался этот стапель. Благодарю Олега, Мишу, а также весь коллектив компании Магни-СПБ. Это люди слова и дела. Если лазерная резка металла, то Магни-СПБ. История по созданию стапельной зоны будет разбита на две части. Первая это лазерная резка, доставка в бокс, а также сборка и сварка всей этой конструкции. Во второй части будет постройка пространственной рамы и параллельно вместе с ней будет создаваться стапельная зона. Будет проделаться колоссальный объем работы, очень много информации. И это будет как полноценно выделенный сюжет построение стапеля с пространственной рамой. Так что, дружище, приятного просмотра. И вот он, долгожданный наш стапель. Это первая часть, потом будут дорабатываться еще определенные стойки. Но это в процессе постройки именно самой пространственной рамы, потому как много неизвестных. Но сварим сейчас основу, выставим первые направляющие, продолжим работу по факту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стол служит плоскостью идеально ровной для будущего стапеля. Так что сейчас на три части скрепляем стяжками. Основные все вот эти вот неровности будут вытягивать уже ребра жесткости, которые также будем стягивать такими же стяжками. Самое главное в работе что? Правильно не прощать обед. Снизу этой всей конструкции сейчас на скобы притягиваю на гаечки, вот таким образом они фиксируются. Потом сверху пробивается это ребро и получается идеальное прилегание. Вообще красиво все это, райп перфекциониста. Кайф! Ну что, на прихватке подходит к завершению, остается еще третий ряд также собрать. И можно будет обваривать всю эту конструкцию и думать каким образом нам ее сейчас перевернуть и подготавливать этот процесс. Мы сейчас прогулили, отверстие перекрытие. Просунули струк, а с той стороны ломик. Лебедка будет ручная. Внимание радиостанция Земля, внимание радиостанция Земля. Даю настройку. Раз, два, три, четыре, пять, четыре, три, два, один. Следующая технология кантования этого стола будет крепиться кронштейн на четыре болта. Ну а дальше цепляется за отверстие крюком и можем поднимать всю эту конструкцию. Блин, я не блютая. Сейчас, блядь, с кокоса. Блин, это очень жестко на самом деле. Вот на такие уголки сейчас забуриваемся в бетон, выставляем везде по кругу, а дальше будут вот такие вот стоечки. В общем, в размер лазера это все будет выставлено, ну а потом вот таким образом приварено это все к уголочку. Трудимся. Обваривается первая стойка, установляется лазер, отбивается в угол и аналогично с той стороны и пошли по периметру, по контуру выставлять все эти ноги. Следующая разметка в этом углу. Теперь необходимо обработать его маслом. Это чтобы окалины всякие не прилипали и удобно было потом чистить. Все, и вот так вот сейчас весь стол. С самого первого выпуска мы с тобой вместе прошли уже колоссальный объем работы, прошли вместе этот путь. Не останавливаемся, идем дальше. В следующей серии продолжаем все в том же духе создавать проект спортивной внедорожной дисциплины. Вместе мы сможем.